Доброе утро, братья и сестры! Вас приветствует Санкт-Петербург. О чем я сегодня размышлял? О духовных дарах. Интересно, что духовные дары имеют очень хорошо. И каждый христианин старается и молит. И написано в Библии, что ревнуйте о дарах духовных. И каждый христианин, мне кажется, должен ревновать о дарах духовных. И очень радуется, если Бог использует эти дары в христианине. Но вот смотрите, какая интересная вещь. В 1 Коринфянам 13 главе со 2 стиха сказано, что если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Интересная вещь. То есть дары иметь хорошо. Но смотрите, есть определенный такой компонент, что если внутренне в сердце ты что-то делаешь, но без любви дары твои не имеют никакого смысла. Я думаю, а как проверить вообще, имеют смысл мои дары или нет, имеют смысл мои способности или нет. И дальше сказано в 4 стихе про любовь. Что любовь, она долготерпит, милосердствует, не завидует, любовь не превозносится и не гордится. Я думаю, а что значит любовь долготерпит? А это значит, что я могу долготерпеть только по отношению к какому-то человеку. То есть я так понимаю, если я, обладая духовными дарами, использую их для того, чтобы обогатить другого человека, помочь другому человеку, поднять другого человека, то значит эти дары, они используются в любви. Итак, братья и сестры, пускай, если мы используем духовные дары, мы их используем мотивированные любовью к нашему ближнему. Во имя Иисуса Христа. Аминь.